Дон на правобережье Красноярска 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 Сами американские истребители не были приспособлены для дальних расстояний. Вот почему их нужно было все время дозаправлять топливом и осматривать. Для этого по всему путь исследования построили 20 небольших аэродромов. Мастерские, где приходилось ремонтировать прилетавшие самолеты, находились и в Красноярске, на острове Молоково. Сейчас от них остались только руины. Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Рязанцев свидетель тех событий. Ведь он со своим взводом головой отвечал за сохранность американских истребителей, которые пригоняли на Красноярский аэродром. Только через него их прошло около 300, а всего за годы войны было не менее 8 тысяч. Меня два-три ждем. Потом раз прилетает, сразу целыми партиями прилетает, сразу садятся. И там никого не допускали мы. Уже ни одного гражданского. Сейчас гриф секретно снят. История Алсиба внесена в летопись Великой Отечественной войны. Вот почему российские и американские летчики решили повторить подвиг перегонщиков и пройти на тех же самых моделях самолетов тем же сложным воздушным маршрутом. От Грейд Фоллса до Форбэнкса и далее по исторической трассе до Красноярска. Однако непростые отношения США и России внесли свои коллективы. По американской части маршрута будет лететь порядка 17 самолетов. К сожалению, из-за политических разногласий, которые сегодня существуют между Россией и Соединенными Штатами, американские участники перелета через Берингов пролив перелететь на самолетах не могут. Некоторые из этих машин до сих пор находятся в реестре ВВС США. И получить разрешение на их перелет в Россию, это фактически как добиться поставок вооружения и военной техники США в Россию. По российской части маршрута будут лететь два самолета DC-3, это военно-транспортные самолеты. Один из них по легенде, как рассказывает его владелец, еще участвовал в высадке десанта в Нормандии в 40-х годах. Второй самолет это ВИП-салон, ну надо понимать, что на 50-е годы это достаточно такой простой ВИП-салон, якобы принадлежал президенту Мексики. Однако часть американских партнеров все же продолжит перелет по российской части трассы. Вылет из штата Монтана запланирован на середину июля, а уже 28 августа русско-американская группа прибудет в Красноярский аэропорт. Ирина Сергеенко, Алексей Овсяников, новости.